Анна Гаврилова, Кристина Зимняя Тут же перевела дух, пытаясь справиться с возмущением, и воскликнула снова «Магиана, Александра, вы видели это? Это же кошмар!» Я кивнула «Да, видела, как и все остальные, ведь посмотреть на кром принца, а точнее на его возвращение из изгнания, собралась вся столица». «Он же! Он!» продолжала эмоционировать портниха. «Нет, вы точно видели! Он!» Мадам Коко осеклась, захлебнувшись потоком чувств, и снова всплеснула руками. Она напоминала сдобную булочку, маленькая, пухленькая, с ярким румянцем на щеках. Две ее помощницы, худые и юные, стояли в это время рядышком, за тем же прилавком, и смотрели на мир круглыми глазами. Тоже увидели нашего будущего монарха. И теперь никак не могут это зрелище забыть! Я мимолетно улыбнулась. Было чему удивиться. Я и сама чуть на попу не присела, когда стояла в толпе зевак. Просто крон принц, он... «Нет, а вот это вы видели?» — перебила мысли мадам Коко, изображая руками мощь мужского тела. Шумно втянула воздух и... «Да это же не принц, а дикарь какой-то!» Желания поспорить не возникло. Все верно. Его высочество Джервальд напоминал именно дикаря. То есть лицо вроде то же, что на портретах и сходство с нашим правителем очевидно, но в остальном никаких признаков благородного человека. Джервальд был огромен, лохмат, одет, как укротитель из захолустного цирка, в кожаные штаны, сапожище и кожаную же жилетку, натянутую на голый торс. Причем торс невероятно массивный и рельефный, с руками, увитыми тугими мышцами. Конь его высочества тоже выглядел пугающе. В наших краях таких крупных точно не водится. Впрочем, конь мерк на фоне свиты. Из, ну, десять лет назад эти пятеро мужчин были аристократами, представителями знатных родов, которые добровольно последовали в изгнание за единственным на тот момент сыном короля. Подозреваю, что тогда они мало отличались от принца. Теперь, собственно говоря, тоже. Такие же массивные, длинноволосые, тоже похожие на дикарей. Народ, который выстроился плотной шеренгой вдоль всей центральной улицы, дружно онемел при виде наследника престола и его сопровождения. Зато сами прибывшие ничуть не смущались. Ехали, гордо задрав подбородки, и буквально лучились самодовольством. Все до одного. Причем Джервальд держался особенно важно, с видом этакого повелителя жизни. Когда немота, одолевшая зрителей, отступила, толпа зароптала и зашепталась. Все приличные горожане были в шоке. Однако нашлись и те, кто обрадовался. В какой-то момент зазвучали одобрительные возгласы, и даже несколько шляп взлетело вверх. Джервальд, услыхав это, ухмыльнулся и величественно махнул рукой, больше похожей на лопату. Лично у меня от его ухмылочки побежали неприятные мурашки. Захотелось оказаться как можно дальше, и я в своем желании была не одна. На этом созерцание кронпринца для меня закончилось. Он проехал. Однако среди зрителей нашлись и те, кому было мало, и кто побежал дальше по улице, чтобы снова влиться в толпу и взглянуть на его высочество еще раз. Спустя полчаса, которые потребовались изгнанникам, чтобы добраться до дворца, город загудел. «А про его выходку на подъезде к Дворцовой площади слышали?» — вновь воскликнула портниха. Я опять-таки кивнула. «Сложно оставаться в неведении, если народ смакует подробности на каждом углу». Тем не менее я уточнила. «Это про то, как он поцеловал какую-то девушку?» «Не просто поцеловал!» — воскликнула мадам Коко, делая страшные глаза. «Он ее схватил, затащил на коня и...» «Это даже поцелуем не назвать!» «Он же ею практически овладел!» «Прилюдно!» Звучало ужасно. И портниха негодовала очень искренне. Но я едва не рассмеялась. Ладно, ладно. Овладела и пусть. Лично мне никакого дела до выхода к принцу нет и быть не может. Мы маги. Сами по себе. Да, я вышла посмотреть, как и остальные. Но на этом все. И в лавку, кстати, пришла вовсе не для того, чтобы мыть кому-то кости. С Джервальтом пусть король разбирается. А если той девушке так уж не понравился поцелуй, всегда можно обратиться к правосудию и потребовать компенсацию. «Мадам Коко», — начала я, но была тут же перебита. «Нет, ну разве ж так можно? Он же действительно дикарь!» Я вежливо улыбнулась и опять открыла рот, чтобы напомнить о том, зачем пришла. Только портниха сказать не позволила. «А вы помните, каким он уезжал? Ведь был такой приличный молодой человек!» Я улыбнулась опять о Коко. «Статный широкоплечий, с умным лицом, а волосы? А одежда? Да он всегда был одет с иголочки. Люба, дорого посмотреть. Вы помните?» Я, не выдержав, поморщилась. «Откуда мне помнить, каким был Джервальт? Десять лет назад мне было одиннадцать. И принцы меня совершенно не интересовали. В то время я сидела над учебниками, зубрила параграфы и мечтала поступить на обучение какому-нибудь из архимагов совета. Ведь школа магии – это чудесно, но там же совершенно другие знания и другой подход. Ну чему там научат? Как развеять призрака? Как разговорить деревенского разбойника и проникнуть в его воспоминания? Как снять приворот и свести наведенную мозоль? Нет, это все ерунда и совсем неинтересно. Это даже не магия, если задуматься. Настоящей магией может научить лишь тот, кто владеет искусством в высшей степени. Тот, кто сам является мастером и постиг глубинную суть волшебства. Я с детства, едва появился дар, знала, чего хочу и упорно к этому стремилась. Родители, несмотря на папин скептицизм, помогали всеми силами. Благо, возможность у одного из самых знатных семейств королевства была. И когда мне исполнилось двенадцать, мечта сбылась. Я поступила на обучение к магистру Эризонту, заместителю главы совета и одному из лучших магов нашего королевства. Я была настолько счастлива, что... «Магиан Алисандров, вы меня слышите?» — окликнула мадам Коко. Я вынырнула из воспоминаний и шумно вздохнула. Пожалуй, стоило одернуть портниху, но ссориться не хотелось. Просто, чтобы не портить этот день. «Не удивлюсь, если он теперь спит в сапогах и мучится в открытое окно!» — продолжила возмущаться женщина. «И не моется, и...» — нет, это все-таки невыносимо. Нужно прекращать. «Мадам!» — повысила голос я. Потом холодно улыбнулась и спросила. «Что там с моей мантией? Готова?» «Конечно, конечно!» — отмахнулась Коко. «Нет, вы видели его волосы? Он же все эти десять лет не стригся!» «Все!» Я уже не улыбнулась, а практически оскалилась, и мадам, наконец, сообразила. Осеклась, сделала жалобные глаза и, повернувшись к помощницам, попросила. «Девочки, подайте заказ!» Одна из помощниц тут же отвернулась к полке, и через миг на стойку лег объемный сверток. А я снова повеселела. «Моя первая неученическая мантия! Настоящая, шитая по последней моде и такая, что...» «Магиана Александра! Но вы ведь с ним разберетесь!» — прозвучало неожиданное. Мои брови непроизвольно подпрыгнули, а мадам Коко пояснила. «Я имею в виду совет магов, ведь совет не позволит, чтобы наш принц... чтобы он... он же наследник престола, и...» Я закатила глаза. «Если совет магов и решит вмешаться в жизнь крон принца, то портниху это точно не касается. Меня, честно говоря, тоже, и мне вообще без разницы, что там наши главные решат. В данный момент меня волнуют лишь две вещи — новая мантия и вечеринка по случаю завершения учебы. Нас, личных учеников, всего ничего, и настоящими сокурсниками мы никогда не были. Сталкивались лишь изредка на занятиях по общеобразовательным предметам. Но неделю назад мы сдали экзамены и защитились перед комиссией, состоящей не из кого-то там, а из членов совета. Кто не понимает, это настоящий подвиг. И теперь мы имеем полное право пойти в лучший ресторан столицы и как следует отдохнуть. Если бы меня разбудили посреди ночи и потребовали описать тремя словами архимага Эризонта, это, несомненно, были бы элегантность, утонченность и сила. В своей светлой, расшитой серебряными рунами мантии, небрежно наброшенной поверх темно-серого бархатного костюма, наставник напоминал драгоценный кинжал, завернутый в шелковый платок. Этакая слегка завуалированная смертельная мощь. Перед ним заискивали мужчины, его обожали женщины, даже боготворили порой. И обычно я разделяла общее восхищение и втайне мечтательно вздыхала любую с чеканным профилем или тройной фигурой магистра. Не всерьез, а так, чуть-чуть, обычно, но не сейчас. Этим утром наставник представился мне чем-то на редкость гадким. Вроде круэрского червя, тот тоже длинный белый и склизкий, и благоухает помойкой. Магистр, конечно, ничем таким не пах, зато от его слов ощутимо веяло гнилостным запашком. «Александра, я понимаю, что ты рассчитывала на иное». С ласковой улыбкой вещал Эризонт, прохаживаясь туда-сюда по кабинету. Но маг предполагает, а глаз располагает. Глазом именовалась вторая по важности ценность ордена. Уникальный артефакт, позволявший заглядывать в прошлое и будущее и вершить правосудие. Хотя, как по мне, эту всеведущую древность следовало назвать глазом. Причем зверски выдранным у какой-то гигантской рептилии. Светло-желтому шарику с темной вертикальной полосой впереди и с пятью багровыми отростками сзади самое место было на чешуйчатой морде древнего ящера. Смотрелась эта реликвия жутковато, а уж когда тянулась своими щупальцами к дежурному вещателю, бррр, так и хотелось огненным пульсаром метнуть. — И не кривись так, — оборвал мои кощунственные размышления наставник. — Совет постановил именно тебе поручить эту важную миссию. — Сверхважную! — воскликнул Аризонт, остановившись напротив кресла, в которое я рухнула, едва услышав, что полученный мною свиток с назначением вовсе не розыгрыш. Потому что именно ты, Сандра, лучше всех подходишь для ее выполнения. Видимо, предполагалось, что тут-то я и проникнусь оказанным доверием, подпрыгну, засияю счастливой улыбкой и унесусь к главному дворцовому распорядителю вступать в должность. Ага, уже бегу, сшибая развивающиеся мантии канделябры и затаптывая придворных. Не дождавшись от ученицы ничего, кроме угрюмого молчания и взгляда из-под лобья, магистр устало вздохнул, поставил второе кресло напротив моего, уселся и взял меня за руку. — Сандра, пойми! — понизив голос, начал наставник. — Мне все это тоже не нравится, но с решениями совета не спорят. — Почему? — не поддавшись доверительному тону, буркнула я и попыталась отнять у магистра свою ладошку. Потому что они всегда обоснованы. Даже я вынужден был признать, что никого иного мы не сможем предложить на эту должность. Тут ведь не столько силы и знания важны, сколько статус, а ты... А я единственная аристократка в нашем выпуске. С горечью закончила фразу за наставника, все же высвободив руку и максимально отодвинувшись от аризонта. Никогда не думала, что однажды пожалею о рождении в семье герцога. Никогда, пока к архимагам совета не пришла светлая мысль именно меня приставить воспитателем кронпринцу. Нет, официально должность называлась иначе. Почетный личный секретарь его высочества Джервальта Эрелара Бла-Бла-Бла Четвертого. Полный перечень имен престола наследника, занимавший пять строчек в свитке с назначением, запомнить сходу не удалось. Но по факту, по факту, к одичавшему принцу представляли няньку. Пока я праздновала завершение учебы, блудный сын умудрился так впечатлить венциносного родителя, что тот устроил внеочередной ночной созыв магистров, на котором постановили поручить решение государственной задачи нам, магам. А уже магический совет нашел крайнюю, то есть меня. Я выудила из рукава полученный с утра пораньше свиток и развернула его, чтобы прочесть еще раз. В перечень моих обязанностей входили присмотр, заманерами, речью, гардеробом и даже рационом принца. Отдельно прописывался тщательный контроль переписки, хорошо хоть что не официальный, а частный, и круг общения. То есть мне полагается следить, чтобы его высочество Джервальд не позорил королевский род, сделав 33 ошибки в любовной записке и оттаскивать его от горничных, предварительно процитировав последний пункт инструкции, съязвила я. — Сандра, Сандра! — укоризненно покачал головой Аризонт. — Ты же говоришь о наследнике престола. — Интересно, как? — не вняв упреку, продолжила рассуждать я. — Магию применять можно? — У меня неплохо получается воздушная петля. Если случайно придушу кронпринца, меня помилуют. — Смотря насколько эффективно, — прошептал магистр. — Что-что? — переспросила я, почти уверенная, что ослышалась. — Колдовать только в случае крайней необходимости, — строго произнес наставник. — Действовать по обстоятельствам, но в рамках этикета. При принце находиться неотлучно. Проявлять бдительность. Стараться предугадать и предупредить возможные конфликты и неловкие ситуации. И ежеутренне, пока Джервальд отсыпается докладывать мне, как прошел предыдущий день. Я верю в тебя, Александра. И почему я не догадалась вчера повеситься?